Министерство обороны, экономики, финансов, иностранных дел. Он стал канцлером в 1974-м. Главной задачей для Шмидта стала ликвидация последствий мирового экономического спада. И именно при нем Германию удалось преодолеть пик безработицы. Канцлер покинул пост в 1982-м, но спустя десятилетия был признан самым популярным из всех бывших глав правительства. За пределами политической арены Шмидт был известен как талантливый пианист, на счету которого несколько записей фортепианных концертов Моцарта и Баха. И не позволяет как раньше разъезжать по миру. И нужно навестить старых друзей. В Москве особая остановка. Патриарх и мировой политики принимает лично президент. В настоящий момент Европа переживает кризис. Дела там обстоят не лучшим образом. Переживают трудные времена и учреждения Европейского Союза. Парламент не очень дееспособен. Комиссия в Брюсселе тоже работает не очень хорошо. А уж действия отдельных правительств оставляют желать лучшего. Я думаю, что в Европе после войны были два выдающихся руководителя. Черчилль и Деголь. И с тех пор качество европейских лидеров существенно снизилось. Шмидт считал, что западным лидерам нужно искать возможности для диалога. И не следует идти по пути конфронтации с Россией. А политику Евросоюза и вовсе именовал геополитическим ребячеством. Говоря о том, что Европе нужно стремиться к равновесию между Россией и США. Иначе ее ждут колоссальные потери. К слову, именно Соединенные Штаты Шмидт не стесняясь называл главным возмутителем спокойствия в мире. Моки, подойди ближе. Близкие особо. Продолжение следует...